Рада приветствовать вас в телевизионной студии Тукаскопи в Женеве. Наш гость сегодня Филипп Шиндлер из Blue Lakes Advisors. Тема нашей беседы – будущее китайского юаня. Филипп, добро пожаловать. Итак, скажите, каковы причины у Китая отвязать курс юаня? Первая причина – политического характера. Китай хочет ясно предупредить Японию и Корею, что больше не хочет, чтобы они и дальше настолько снижали курс своих национальных валют. Вторая причина – спекуляции. Это стало проблемой для Китая ввиду деятельности хеджевых фондов, которые проводили множество сделок кэрри-трейдинга. Внутренние компании Китая занимали все больше позиций на международном долговом рынке. Ну и назову третью причину – иностранцы на рынке скупали недвижимость, что привело к возникновению пузыря. Еще одна причина – скорее макроэкономического характера – Китай не хочет перенимать направление монетарной политики ФРС. Касательно кредитования, почему деятельность китайских кредиторов подвергается сомнению. Однозначно, компании в Китае уже достигли максимального предела задолженности, выраженной в долларах. Это становится проблемой, поскольку девальвация юаня создает напряжение в системе. Поэтому Китай сейчас старается выстроить культ фондов. Это поможет процессу приватизации государственных компаний, что является положительным моментом. Но пока этот процесс не протекает должным образом, и на фондовой бирже все еще очень много спекуляций. Касательно стратегии развития Китая, какая новая стратегия была принята по вопросам валюты, и может ли она увенчаться успехом? Китай хочет выйти из долларовой зоны. Это разумная перспективная стратегия. С экономической и финансовой точки зрения у нее только преимущества, поскольку будут сокращены риски. Но существует также весомая проблема. Китаю придется столкнуться с Японией и США. Некоторые прогнозируют, что это напряжение со временем только возрастет. Но для достижения успеха Китай выстраивает сбалансированную стратегию, в которую государство инвестирует много денег. Строится великий шелковый путь совместно с Азиатским банком развития. И уже есть видимые результаты. Филипп, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, спасибо, что остаетесь в Тукаскопе ТВ.